Друзья, всем привет! С вами Пират и мы продолжаем играть в игрушку под названием Daven of Man. И сегодня попытаемся вступить в бронзовый век и прокачать все его ачивочки. Также построить все его возможности, перейти на новые инструменты и тому подобное. Давайте вот прокачиваем литейку, да, типа получается. И у нас раскрывается тут множество различных... Вот открывается металлургия. И что же, отправляем в медь у нас... А, медный век, да, бронзовый. Хотел сказать бронзовый, конечно же, медный век. И вот сразу же отправляем на строительство вот таких вот штуковин. Где-то тут у нас еще одна была, да, вот две штуки, чтобы добывали медь. Да, отлично. Так, дальше что мы тут еще строим? Вот строим вот такую вот яму, в которой будет добываться какая-то хрень. Если кто знает, что добывается, это можете написать. Ну, это что-то нужное для литья слитков, да. Вот так вот сделали. Дальше что у нас здесь есть? Также есть вот такая вот крафтерская, да. Сейчас мы ее сделаем чуть попозже. Сейчас внесем вот это дерево. Я хотел вот здесь вот справа обгородиться и сделать такое, знаете, место для вот этой вот литейки всей инструменты, чтобы там делались и тому подобное. Для этого я хотел взять вот так, вот так. И немножко здесь обгородиться. Совсем чуть-чуть. Только бы... Стоп. Чтобы не промазать же как-то. Или же... Все-таки сюда, куда-то влево, вправо. Блин. Даже не знаю. Так, ну давайте, наверное, все-таки сюда сделаем. Вот. Вот так вот. Теперь здесь вниз. Почти до упора. Или же как-то камни мы можем захватить. Я думаю, что как-то можем и камни захватить. Чтобы аккуратненько... Ой, вообще отлично. Вот так вот, да. Вот так. Теперь здесь по камням пройдем. Пройдет же оно? Да, вот, насыплют. Камни мы уберем, потом здесь еще и будет и камень набываться. Отлично. Все, вот так вот все обходим. Сейчас поставим только какие-нибудь ворота. Где-то вот здесь вот. И теперь их соединим с нашими... Заборчиками. Сюда, сюда, сюда. Все, отлично. Вот это будет такое вот место у нас, где у нас будет стоять крафтерский и тому подобное. Я надеюсь, что сейчас все будет в порядке. Здесь вырубают лес, конечно же. И вот здесь вот тоже пускай рубят лес. Он нам не особо нужен. Да, вот пошли добывать уже в яме у нас. Что не добывают такого? Черкол. Я не знаю, это уголь, наверное. Да, это уголь для растопки печи, точно. Скорее всего, это уголь. Так, и я понял то, что все-таки вот эти одежды, это одинаковые... То есть, это улучшенная, это чуть ухудшенная одежда. То есть, вот это вот нам не нужно. Зайдем вообще в лимиты. Я нашел тут... У каждой крафтерской есть свои лимиты, которые мы можем выставлять. Ну, в принципе, это они и не будут делать. Я бы... Ну, в сторич, хорошо. Я бы, я бы, я бы, я бы, я бы зашел туда в менеджер. Лимиты. И поставил количество шкур. Где-то здесь есть количество шкур у нас. Вот. По 10 штук. То есть, ради шкур, чтобы они не убивали у нас животных. Вот так по 10 поставлю. И все. Отлично. Дубленной кожи этой 20... Вернее, танина. Ну, пускай. Сейчас пройдемся, посмотрим, что здесь еще можно... Так, ну, это все понятно. Это тоже все понятно. Брычки понятно. Животные понятно. Но хорошо. В принципе, все. Чтобы шкуры нам просто так не добывались. Вот. И теперь, в принципе, эту одежду можно будет, если приедет торговец, продать ее. У нас люди приходят. Смотрите, у нас сколько? На 48 единиц людей. Мне писали, почему я не делаю больше народу. Ну, в поселении. Ну, реально боялся, что будет какой-то голод и тому подобное. Поэтому не торопился. Давайте зайдем и сделаем здесь вот эту самую крафтерскую. Плюс, тут должны быть еще новые, да, вот, продакшн. Вот такая вот хрень. А, подожди-ка, это не крафтер. Вот это, по-моему, крафтерская. Ну, ладно. Все равно будем строить это все здесь. Вот так вот. Плюс, тут ставим добывать камень. А вот здесь вот убираем добычу камня. Не надо. Давайте еще раз пройдемся по нашим точкам. Здесь собирают палочки. Здесь танин. Грязь. Собирают ягодки. Рыба раз. Дерево раз. Еще рыба. Дерево. Ну, пускай здесь так вот и стоит. Здесь вот еще дерево. Охотятся. Здесь собирают. Здесь тоже охотятся. И опять палочки. Ну, в принципе, нормально. Там деревья я наставил, чтобы собирали в трех точках, получается. Да, деревья очень быстро вырубываются. Ну, я надеюсь, они потихоньку будут пополняться. Сейчас забор строим, да? В то же время. Да, здесь вот так и делаются вот эти вот самые предметы с бронзом. То есть, здесь мы их отключаем. Все. Спасибо. Предметы. Кремня нам не надо. Так, вот. Трейтер пришел. И мы сейчас те самые предметы из кремня будем продавать. Плюс покупать у них вот такие вот прокачки, да? Плюс дерево буду покупать сейчас. Потому что дерево очень-очень нужно. Животных, в принципе, можно тоже купить немножко. Где наши предметы с бронзой? Плюс, вот. Во-первых, можно продать всю одежду, которая мне не нужна. Ну, и предметы. Смотрите. Плюс, как раз, с этого у нас имеются хорошие денежки. Двадцать пять. Сейчас одну единицу. Вот так. Отлично. Все. Открыли тут разную фиговину. Пятнадцать животных у нас. Ну да, мы же козлов еще купили. Что у нас получается? Нам, наверное, нужно... Два... Шесть. Восемь. Девять. Ну, пока что хватает. Ну, в принципе, можно начинать строить еще одно место для наших животных. Вот так. Да, оно говорит нам, что нет одежды. Ну, одежда сейчас накрафтится. Должна, как по крайней мере, накрафтиться. Да, должно быть все в порядке. Так, а что у нас здесь? Ага, здесь у нас в воркшопе у нас, получается, для рыбалки и брызг. Брычки у нас могут делаться. Вот так вот мы все наклацаем. То есть, вот это нам реально больше не нужно. Давайте ее демонтируем. Тут место хорошее освободится в центре. Смотрите, до нас уже приезжает торговец на ослики. Я надеюсь, у нас скоро тоже будут такие вот ослики. Так, и что мы прокачали там? Животноводство мы прокачали буйволов, да, можем теперь? Забирать. Ну, пока что давайте прокачаем осликов, потом колесо. Чтобы брычки у нас крутые были. Осликов уже, получается, можно приручать. И нам бы найти их только где они у нас обитают. Данки, Данки, где вы у нас есть? Так, ну это не то. Это лани какие-то. Буйволы большие. Нам бы мелко какого-то можно было попробовать. Но это типа коровы. И скорее всего, возможно, было бы какое-то молоко. Так. Так, козлик тут улазит. Дикий. А, вот они, буйволы. Здесь, скорее всего, какого-то мелкого можно и приручить. Что собака дизайбл? А, приболела. О, блин. Это печально. И не одна, а сразу много. Что-то они какие-то вообще расстроенные. Вот, блин. Так, а что у вас здесь? Лимиты стоят нормально. Ну, наверное, в скором будущем сделают. Хорошо. Так, у нас там что-то еще нужно делать. Долго я занимался. Нет, не это. А где же? А, вот оно. Да, Fire Pit. Блин, я до сих пор его не сделал. Где-то вот здесь вот так вот поставить. Это то, где будут делаться сами слитки. Да, для вот этой вот штуковины будут делаться слитки. Кабанчик наш. Отлично. И вот у нас уже. Блин, сейчас будут задрачивать меня тем, что, типа, нет одежды. А тут ее почему-то не крафтят. Но главное, что... На ткань делая. Значит, сейчас и одежду может буду делать. А сколько вам надо? Давайте сами наставим, что ли. Пускай она делает одежды лишней. Не знаю. Новая овечка. Да, новая овечка. Вот. И вот здесь вот у нас будут делаться те самые слитки. Поставим высокий приоритет. Так, поставили высокий приоритет, дабы побыстрее это все переделось. И здесь нужно поставить... Сторидж нам нужен, да? Место для хранения. Камня. Вот. Первых... Вот этот камешек будет здесь храниться. Блин, надеюсь, они тут пролезут. И те самые вот слитки будут тоже, по-моему, здесь храниться. Или же нет. Куда они их будут относить? Наверное, все-таки они где-то вот здесь вот будут храниться. Блин. Ну, сейчас посмотрим. Так, а что же... Ой, шторм такой сильный. Что у нас по лимитам? В принципе, все в порядке. И вот теперь брычки будут делаться автоматически. Когда они будут ломаться, и надо будет вручную их наставлять. Отлично. Тоже. Ну, с едой у нас вроде бы все в порядке. Так-то. Вот здесь вот место хорошее. Можно, в принципе, и добавить домиков. Раз. Блин, вот это сейчас будут трындеть на то, что у меня... У некоторых людей нет одежды. Просто задолбают. Получается, нам нужно вот такое вот наделать. Давайте вот так вот прям нахреначим. Так, и еще домики. Еще домики. Ну вот. Так, еще раз трейдер приехал. Можно... Может, он привез технологии. Его надеяться, да. Привозят технологии. И это нам упрощает прокачку бронзового века нашего. Потому что у нас есть большое количество предметов, которые нужно продать. 340. Давай купим у тебя рыбку. Не знаю. Ну, давайте ту же самую медь купим. Блин, почему я называю медный век бронзовым? Я вот не знаю. Я уже, наверное, забегаю наперед. Типа того. Потому что у нас медный. Медный век. Вот. То есть, нам осталось две прокачки, да. Да, я думаю, мы сегодня их обязательно сделаем. Также, в принципе, быстрее бы перейти именно в бронзовый век, чтобы появилась вот эта вот прокачка домика. Именно домика. И я думаю, что вот этих домиков нам вполне хватит. У нас сейчас уже на... Сколько? На 52. Да, я думаю, что если... Тут добавился один человек. Возможно... Ооо... Да нет, ну это... Блин, он ушатал нашего охотника. Офигеть. Да. Так вот. Если здесь добавился один человек, я думаю, там будет добавиться два. И... У нас тут такая ачивка, как... Сейчас зайдем. 100 человек, да. И я думаю, что вот этих домиков нам хватит на 100 человек. Не хочу я сильно расширять наш городок, но если придется, то куда-то вот сюда немножко мы расширимся. Так, что у нас... Да, вот здесь вот слаживают, как минимум, нашу медь. Работа идет. Отлично. Сейчас наделают нам предметов улучшенных, и это будет то, что нужно. У нас уже удочки есть, то есть нам продают. У нас 19 деревянных приспособлений для ловли рыбы. Ужас. Нужно это все продать. Срочно при том. Так, что у нас здесь? Я уже вручную наставил, чтобы наделали... Получается, зимние одежды, да? Wool out. Правильно? Это же... Да, это зимняя. Не знаю, почему они ее не хотят сами делать. Странно как-то. Так, скорость повыше. Смотрите, мерзнут. Тихо. Где-то у нас кто-то замерз. Только вот почему, непонятно. А, это просто расстроенный. А что у нас сено есть? Да, для кормежки сено есть животных, слава богу. Значит, все отлично. И новые людишки прибывают. Давайте посмотрим, я все построил или нет. Ну, у нас, видите, еще раз, два, три единицы различных построить. Ну, я там видел, что нужно по пять вот таких вот штуковин. Ну, нам так много не надо. Серьезно. У нас не такое большое будет поселение. Так. В принципе, я все построил, да. Хорошо. Ну, у нас вот еще место есть. Вот здесь вот место есть. Тут, в принципе, наверное, еще один домик как минимум влезет. Будем надеяться. Так, а на сколько у нас на 56, да? Ну, теперь, в принципе, только нужно подождать, пока она крафтит предметов большое количество. Можем, пока у нас крафтится предмет, и, в принципе, поискать мы осликов, да, чтобы приручить осликов и сделать нормальные брычки. Ну, давайте поищем их на карте. Пока у нас там все. Ух, мамонты. О, ослик, один есть. Хорошо, оде. Твои друзья. Помельче. Блин, ну реально тут один? Так. Ну, вот кто-то есть. Че, нужен еще мельче. Так, а где еще есть? Если... Их, кто бегает столько, что... Их, охотники убивают, то никого не найдешь. 5 человек сразу пришло. Это серьезно. И ачивочка у нас на 50 человек плюс 3 единицы для прокачки нам далось. Ну, еще 2, чтобы... Сколько нам осталось? Да. Ну, хотя бы колесо прокачать и делать те самые повозки, чтобы они уже не таскали эти санки и днем, и ночью. Да, зашибись. У нас скоро так овец будет вообще хреново тучи. У нас тоннера бесконечно стоит. Надо в лимиты зайти. И поставить количество овец. Не знаю, там штук 15. Наверное, это потолок. Где наши овцы? Да, 15 это больше не нужно. Интересно, а остальных они вырезать будут на мясо или нет? Или они просто их стерилизовать будут? Не знаю даже. Блин, ну не видно молодых осликов. Это что, на что? Чувак ладит там телеком? Так, ну вот приехал трейтер. Видите, он с осликом вот он приехал. Удобно у него все. То есть, вот это нужно зарезать. Ну, если нужно, тогда режем. Хорошо. Что-то нам привез. Прокачку не привез. Ну, козел, блин. Жалко. Ну, давай купим медь. Пускай будет. Все равно нужно куда-то продавать вот эти самые предметы. Да, тут у нас тоже все выпекается. Медные предметы делаются. Потом тут же брон. Тут же бронзовый будет делаться. Потом мы его будем сносить и ставить на остальные. Это такой проходящий. Так, что, и тебя надо зарезать? Это кого? Ау. Так, есть 10 прокачек. Давайте возьмем. Вот те самые брычки. Они сейчас должны брычки делать. Да, открыли колесо. Представляете? Колесо. Вот так вот. Что-то давно рейдеров не было на наше поселение. Я аж соскутился по ним. Так, 54 из 56. Ну, в принципе, все им нравится более-менее. 18 животных уже у нас под контролем. Я думаю, там ачивка животных на 20 есть по-любому. Давайте посмотрим, может мы сегодня какую-то ачивку сможем выполнить. Ну, это в бронзовый век надо залезть. У нас сейчас медный. Это построят у тебя большие камни, да, с 6 мегалитов. Стальной. И 100 человек. Ясно. Со 100 человек, наверное, чуть попозже. Так, вот. Мяско. 500 штук. Ну, ждем-ждем прокачек. Так, вот это вот все. Ой, вот это, когда будет крафтиться, тоже нам сейчас будут приходить ачивки. Так, что, вы сами не строите? Нет, не строят. Типа, я вручную наклацал, 54 хватает. Ну, блин. Нужно главное, чтобы они сами это все делали. В принципе, пока нам нечем заняться. Давайте все-таки построим. Или начнем хотя бы. Его очень долго будут строить. Только вот где? Нужно как-то поближе, чтобы они хотели туда молиться потом. Вот, можно через дорогу. Да, отлично. Слушайте. Вот, вот здесь вот где-то ухом таскать, конечно. Ну и да ладно. В принципе, не беда. Вот так вот ставим. И сколько? Шесть штук, да? Шесть штук. Начала поищем их где-то вот здесь. Вот. Мегалиты есть. Вот, весь первый. Нет. А, да. Мегалит. Блин, я чуть... Не перепутал. Вот первый. А вот тут вот нигде нема. Очень жаль. Сколько их? Шесть штук нужно, да? Да, шесть. Давайте не торопиться, в принципе. Вот, по одному добывать, чтобы нигде не потерять никакой камешек. Похоже, придется вот с той стороны все таскать. Бизоны. Медведи. Главное, что нет наших осликов, блин. Блин, вот тут тоже места не хватает постоянно. Поплохо, что не показывается, что они его вырубили. Блин, вот это вот меня бесит. Трейдер приехал. Что там? Давай прокачечку на прокачечку. Нет, не привез, скотина. Таймя, сама у тебя купим хлебушек. Потому что, как я уже говорил, предметы нужно куда-то девать. Во-первых, вот это продадим. Только место занимает. Вот это, вот это. Все, спасибо. До свидания. Так. Мегалит. Мегалит. Значит, вот здесь вот. Еще один откопаем. Ага, и вот еще один. Давайте сразу. Это уже три будет. Это уже неплохо. Это уже половина дела. Неплохо. Неплохо. Реально, чтобы дотащить. Что, реально нету места? Да, реально нету места. Почему-то у нас одежда вот за... А, они носят, наверное, еще ту одежду старую. Скорее всего, кто-то таскает. А эту... Так зачем тогда держать чересчур одежду? Ни хрена не пойму. Я что, лишний накрафтил? Блин, я реально ее продам. Получается, что так. Прикольно, что сделано то, что все портится, все ломается. Вот даже вот эти вот... Их потом чинят. Едой тоже у нас все забито. В принципе, да. Реально все забито едой. Тоже беда, печаль. Ну... О, Меллстоун поставили на камешки. Будут скоро тащить. Хорошо. Ух. Розы какие. Давайте и вот этот тоже. И вот этот тоже. Так, это три. Это три. Где-то я вот здесь вот видел. Ага, вот. Четыре. Четыре, пять, шесть. О, все. Отсюда все дотащил. Четыре, пять, шесть. Все. Только бы вот за них не забыть. Тут должны... Вот, смотрите, я так и думал, что здесь должны уже брычки вот такие делать. Только вот не на чем их таскать. Надо запрячь ослика. Блин. Ослик. Ты где? Так, ну, это точно не ослик так отзывается. Такое ощущение, что мои охотники истребили всех осликов. Вот же уроды. Шкура почему-то вот эта вот у нас не добавляется. Куда она уходит? Объясните мне причину. Так. Десять мегалитов. Да, мы уже срубили. Пятьдесят седьмой человек пришел. Отлично. Мне-то тебя и не хватало, чтобы перенаселение еще было. Ну все. Все шесть мегалитов я поставил на камни. Теперь единственное, что нужно дождаться, пока они их дотащат. И, в принципе, нам одной прокачки осталось, чтобы прокачать полностью медный век. Так, ну еще четыре единицы мы, в принципе, я думаю, туда-сюда и добудем. Нет осликов, ну серьезно. И главное, не привозит их нам этот торговец. Катается, катается, но не привозит. Вот еще одну зиму пережили. Три очка остается. Так, вот привези нам осликов, ты. Зачем ты нам... Все, мы прокачку купили, серьезно. Отлично. Давайте вот это купим. Вот это купим. Овец покупать не буду. Зачем они мне? У меня они и так разводятся там, отлично. Так, на 400 мы у него скупились. Пока мы продаем вот эти вот предметики. У нас все отлично. Все, в принципе, в принципе, да. Медный век пройден. Медный век пройден. И следующим уже будет бронза. Бронзовый век. Который мы будем осваивать уже в следующей серии. Единственное, что я немножко поиграю за кадром. Наберу вот таких вот очков прокачек. Чтобы все это быстрее здесь прошло. Как минимум нам нужно будет перестраивать большое количество домиков. Поэтому я сразу наберу там очков 40. И после этого начну записывать следующую серию. В общем, как я и хотел, мы вложились в полчаса. Все отлично. Поэтому буду с вами прощаться. Ребята, не забываем подписываться на канал. Ставить лайки. Оставлять свои комментарии. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры. Ребятки, ребятки. Бонусом я нашел осликов. Они сами ко мне пришли. Давайте их захватим. Так что в следующей серии возможно у нас уже будут тачечки. Вот. Так что все. Всем пока. Счастливо.